Я никогда не переходил из осознанного сновидения во внетелесный опыт. Я всегда сразу либо вхожу с первого внимания, либо сразу вхожу в осознанное сновидение, либо я уже вхожу в внетелесный опыт. Либо туда, либо туда. Поэтому я не могу рассказать, как из осознанного сновидения перейти в внетелесный опыт, но в чем здесь элемент, с которым я соглашусь, в чем тут правда, на мой взгляд? Что внетелесный опыт, я говорю, требует чуть больше жизненной энергии. Вот я, например, замечал, что глубокое дыхание, такое немного напоминающее холотропное, иногда помогает пережить внетелесный опыт. Не такое длительное, как об этом требовал Гроф, допустим, в своих писальных техниках, ну там три минуты, пять, до десяти может быть. Да вот, то есть насытить себя энергией, глубоко расслабиться. Но самое главное, все равно ключевым моментом остается здесь овладение вот этой самой внутренней тишиной, то есть остановкой внутреннего диалога и неподвижностью внимания. Мало того, что... Об этом часто забывают, кстати говоря, что дело же не только в том, чтобы внутри было тихо, дело еще в том, чтобы мы остановили свое внимание, чтобы оно не перестало плавать, метаться в нашем внутреннем пространстве. Оно должно остановиться и стоять. Там быть полностью собранным, сфокусированным на точке, ну скажем, вне, находящейся вне желателя, вне нашего плотного тела. Да, допустим. Или, может быть, иногда и внутри тела. Но на ней... Ну вот, например, я часто выходил из тела или погружался в нужное состояние, направив все свое внимание на макушку. Я, опять же, я когда начинал эту практику, я даже цели такое перед собой, не ставил. Поскольку это все длится уже больше 30 лет, но с 90-го года, да. Я, когда начинал это все делать, я вообще не думал, что мне это будет доступно, честно говоря. Я просто, ну, ввел это в свой образ жизни. И делал, 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 делал. А потом, вдруг, случайно, 1 января 91-го года, вот вышел из тела, да. Впервые испытал интересный опыт. И меня это поразило. Вот как раз, и я тогда читал Костомеду. Я подумал, что ж такое? То есть, в практике, которой я занимался, никаких предпосылок, по идее, к этому состоянию не было. Я к нему не стремился и не искал его, и, естественно, не внушал его себе. И вот в книгах Костомеды я нашел объяснение. Это опять к тому же, да. Почему, почему именно Костомеды, и почему вот он остался у меня? Дон Хуан остался учителем моим. Вот, то есть, потому что он все объяснил. Почему, как это работает. Ну, вот я и говорю, и так уже и пошло. Ну, и до сих пор все, что я переживал за все эти 30 с чем-то лет практики, ну, все, все соответствует. Все это объяснение я могу найти у Костомеды в речах Дона Хуана. А другие учения, они частично объясняют. Что-то объясняют, что-то нет. А некоторые объяснения, ну, входят в противоречие с другими объяснениями. Понимаете? Вот все так как-то. И вот только вот единственное универсальное описание я нашел у Карлоса. Причем мне даже не важно, действительно ли это Дон Хуан говорил, и был ли он реальным человеком. Как много лет тоже велись споры. Может быть, это литературный персонаж. Может быть, он все сочинил. Я когда-то давно еще для себя определился с отношением. Для меня важно то, что написано, работает или нет. Все остальное, я воспринимаю тексты Костомеды как набор методов и набор принципов. Все остальное, как говорил один мой товарищ, это художественная литература для садхаков. Ну, вы знаете, что такое садхаки, да, вот эти практики. Вот это художественная литература. То есть, прыгал Хинара по эвкалиптам или нет, мы этого не знаем и не узнаем. Чего там Костомеда досочинил и допридумал, а может ничего не сочинил, может быть, все именно так и было. Короче, мы этого не знаем. Но принципы и методы, которые у него описаны, изложены устами его протагониста, Дона Хуана, вот они работают. И вот ровно в этой степени, опираясь на это, я и свои книги писал, и сам занимался практикой. Тут нет структуры такой, которую вы можете найти в индуистском космосе или в буддистском космосе. Нам открываются все более странные, все более причудливые миры по мере того, как личная сила наша возрастает, поскольку возрастает наше умение управлять своим вниманием, находиться в состоянии безмолвия, установки внутреннего диалога. Но каждый раз один и тот же мир может выглядеть по-разному, потому что каждый из миров – это волнующийся океан силы. И этот волнующийся океан силы проходит через фильтр частично проснувшегося тоннеля, потому что иначе вы бы вообще ничего не увидели, вы бы увидели просто свет. Свет и почувствовали какое-то переживание, почувствовали бы какое-то настроение, может быть. Но никаких форм, ничего конкретного вы бы не смогли воспринять, если в этом не задействован тоннель. Тоннель придает порядок, создает объекты и так далее. Вот почему может получиться так, что вы попадаете в один и тот же мир, в одну и ту же позицию точки сборки, и можете видеть его сегодня таким, а через неделю – иным. И только внутреннее чувство вам подскажет, что это тот же самый мир. Кстати говоря, со сновидением происходит то же самое. Когда мы фокусируем свое намерение на том, чтобы войти в то сновидение, которое нам снилось, скажем, неделю или две недели назад, мы можем туда попасть. И можем увидеть, что это сновидение в значительной степени изменилось. Я говорю, потому что сама эта стихия, она как море. Да, оно все время, там все время что-то происходит, какие-то течения, волнения, процессы. И кроме того, ну, наш тональ тоже вносит свой вклад. То есть он что-то замечает, что-то не замечает. Я вот все время в связи с этим привожу в пример один из таких ярких случаев, когда я в Индии жил, еще в 90-х годах, давно-давно. Но я там вышел из тела и увидел, жил я в маленькой комнатке, и у меня была такая голая стена передо мною, серая, ну, бетонная, видимо, чем-то покрашенная, а может и не покрашенная, такая очень простая. Простая стена, ничего на ней не было. И я вдруг, в какой-то момент, заметил какое-то колебание своего внимания и увидел шкаф, стоящий возле этой стены. Потом я, до меня дошло, как-то произошло. Мимо, внизу, мимо окна, внизу, я на втором этаже жил, видимо, проезжал автомобиль, скорее всего. И луч его скользнул по стене. И вот когда он скользнул по стене, я этот отблеск заметил, и мой тональ в одном мгновении из этого отблеска, я вспомнил, что точно так же отблескает ручечка на шкафе, на дверце шкафа. Я увидел сразу целиком, то есть за 0,2 секунды, может, за 0,3 секунды, может, за 0,5 секунды, мой тональ построил полностью этот образ. И я увидел, вот стоит шкаф. И я его наблюдал секунды 3. Но поскольку я осознавал, что оно вот так работает, благодаря осознанию, конечно, он потом растаял и исчез. Просто вот такие вещи происходят во внетелесном состоянии нередко, я думаю. А потом уже вышел гулять и отправился летать над Фендишери. На самом деле, конечно, мы, в конце концов, приходим к такой стабильности, к своей смещенной позиции точки сборки. Я же все описываю через описание Костанедовское. То есть мы входим, и этот мир становится для нас все более и более материальным. Чем более стабилизируется наша смещенная точка сборки в этой смещенной позиции. В конце концов, наступает момент, где все, что там есть, становится для нас таким же материальным, как оно для нас является в первом внимании. И теоретически, опять же, при наличии огромной энергии, можно себе представить, что объект оттуда может быть перенесен сюда. И если вдруг такое случится, лично со мной, я сразу об этом расскажу. Это все называются такие магические акты. Для этого требуется сформировать сильное намерение. Потому что намерение – это та сила, которая управляет конкретным маршрутом смещения точки сборки. Где она зафиксируется, что мы сможем найти в этой смещенной позиции. То есть, этим надо серьезно заниматься. Именно этим. Не отвлекаясь ни на какие абстрактные вещи, типа усиления осознанности вообще. То есть, если поставить перед собой цель, я хочу обрести способность, скажем, ясновидения будущего в пределах какого-то разумного срока или еще чего-то такого, то я уверен, что это вполне… этого можно добиться. Это не из области полной фантастики. Так что здесь трудно утверждать, что бы то ни было. Ну, в моем опыте этого нет. Но это возможно. То есть, я часто видел, скажем, такие… прикасался к будущим событиям, видел их. Но я никогда даже… я не придавал этому такое значение, и поэтому даже в своих дневниках сновидений я не всегда записывал это. Потому что… ну, вот как пишут те же самые в той же йоге, да, это цветы у дороги, которые можно отойти с тропинки и пойти их срывать. Но пока ты будешь их срывать, ты заблудишь потом, где была тропинка, и можно заблудиться. Ну, в прошлом году меня посетила сила или сущность, которая выглядела, как женщина с черепом вместо головы. Я решил, что это меня кто-то пугает. И стал махать на нее руками и говорить, уходи, нечего меня тут пугать. А потом уже, когда я вернулся в тело, и я вспомнил, что я что-то такое слышал где-то когда-то. Короче, я почитал на эту тему и выяснилось, что, оказывается, есть такая талтекская богиня. По-моему, Иси Уау Куатор или что-то вроде такого, который вот так выглядит женщина, она в юбке, и у нее вместо головы череп. А тогда в этом моем сновидении или опыте, нет, не сновидении, в интересном опыте, когда я стал махать на нее руками, очень нехорошо себя повел по отношению к богине, да, она, видимо, отослала меня подальше. Потому что ровно через секунду я оказался в двух кварталах от своего дома на площади. Тут у нас есть площадь одна. Это было где-то часа три, полчетвертого ночи, туман. И вот я блуждал там где-то минут пять, наверное, пока сила моя не закончилась, и меня она назад втянула в тело. И я как блуждал и думал, что ж такое? Я вроде не собирался так далеко уходить от своего дома. Вот. И вот потом я, когда стал вспоминать все это, думаю, ну, нет, может быть, это, конечно... Ну, это один из образов, да, один из образов силы. Но я точно не знал, что есть такой образ, и почему бы мне вдруг пришло ни с того, ни с сего вот этого женщины с черепом вместо лица и головы. И почему она вот такое со мной сделала, если она была просто продуктом моего воображения, да? Почему она взяла и послала меня за два квартала, чтобы я там погулял и охладился. Ну, вот это из относительно таких вот недавних вещей. Ну, больше всего мои переживания в нетелесном опыте связаны с полетами. Очень красивые тогда открываются виды. Начиная вот с того внетелесного переживания, когда я летал вот в Андишери. И там тоже было очень странно, чего я тогда только-только приехал в Индию и не ожидал совсем. Я думал, что Индия, страна, скажем так, чуть более развитая в смысле электричества. Я думал, что, как в Европе, все будет залит электрическим светом ночью. Это же дело ночью происходит. Вот, я взлетел и увидел, что только буквально маленький-маленький пятачок залит светом электричеством. Ну, буквально две улицы. А все остальное исчезает в глубокой темноте. И это как-то меня удивило. Прямо вот там же в сновидении удивило. И я стал искать, а что же еще есть в этой темноте. И куда-то меня понесло, и я увидел храм. Тоже он был освятен. И вот почему я его и увидел, потому что он был ярко освящен. Я никогда не интересовался достопримечательностями, историческими местами и храмами Южной Индии, где я оказался. Я вот приехал, меня пригласили в Ашрам и приехал. А оказалось, потом тоже, спустя уже время, когда я стал просто смотреть, что же мне там увиделось. Я увидел вот этот, один из тех храмов, которые я увидел. Это вот такой вот, как сказать, пирамидальной формы, да, высокий-высокий, многоэтажный храм, который в моем восприятии был больше похож на скалу такой формы, с такими окошечком чуть выше, окошечком чуть ниже. Ну, в общем, причудливое зрелище. Вот оно было освящено. Потом я его узнал в одном из храмов Южной Индии. Я, еще раз говорю, я не знал, что именно такие храмы являются, ну, скажем, приметой архитектуры, именно Южной Индии, скажем, на севере, там иначе строят храмы. Там на Западе тоже иначе, на Востоке тоже. А вот именно в этом районе, в штате Тамил-на-Духу, там вот строят такие храмы. Ничего я этого не знал. Ну, значит, отсюда вывод. Значит, я что-то увидел реальное, а не то, что мне просто в моей фантазии привиделось. Вот эти вещи, они как-то множество таких мелочей, они заставляют относиться к этим переживаниям. Как реальность. Естественно, то есть при этом имеет место искажения. Ну, вот искажения, они объясняются особой работой внимания. Объясняются тем, что там тональ частично спит. Не всегда срабатывает механизм опознания и так далее. С путешественниками я не встречался. А встречался я... Ну, была у меня целая серия сновидений, когда ко мне зачистил некий персонаж, который я потом назвал «желтый старец», по-моему, примерно так. Который напоминал мне пожилого китайца. Почему я его так и назвал. И он все мне пытался что-то рассказать. И из его рассказов я большую часть не понимал. Но то, что я смог понять, у меня есть до сих пор запись. Я записал и понял. Я не знаю, насколько это ценно. Но было, да, такая вот... Их было несколько этих сновидений. Как раз где-то, по-моему, на рубеже 99-го, 2000-го. Или даже чуть-чуть позже. Надо посмотреть, уточнить. Ну, вот где-то в то время. В конце прошлого века, в начале этого века. Вот я... Опять же... Да, то есть, такие вещи иногда бывают. И я даже могу сказать, когда они случаются. Когда мы испытываем какие-то затруднения. С тем, чтобы продвигаться дальше. Если... Ну, опять же скажу, выражаясь кастанедовскими языками. Если сила заинтересована в том, что мы сделали следующий шаг. То в наших сновидениях к нам придет союзник. Или не знаю кто. Или сновидец, неизвестно откуда. Который нам поможет. И расскажет, насколько там у него это получится. В моем случае, не очень получилось. Как я и сказал. Ну, что-то я понял, что-то нет. Ну, во всяком случае, вот такое было. И главное, что это было так настойчиво. Где-то раз в неделю ко мне этот желтый старик, старец приходил. И иногда это было долго, иногда это было короче. Ну, в общем, довольно раза четыре это все происходило. И каждый раз я расстраивался, несмотря ни на что, что утром я, когда просыпался, я понимал, что я могу записать, в лучшем случае, ну, процентов 10 из того, о чем там речь шла. Все остальное уже потерял. Ну, это было так. Сейчас, может быть, я больше бы запомнил. И еще были одиночные случаи, когда... Когда я встречался с какими-то персонажами, которые... Ну, в основном, это все очень мимолетные контакты. То есть, ничего особо содержательного в них нет. Вот я бы так сказал. Вот он, этот китайец-не-китаец, остался в памяти. Один, как именно, во-первых, то, что он несколько раз, а во-вторых, то, что он пытался что-то донести до меня. И настаивать смысл практики усиления сознания, это не какое-то там изменение, хотя и говорится трансформация, да. Но это не изменение естественного порядка вещей. Это восстановление естественного порядка вещей. У нас внутри есть вот эти два начала. Осознание, которое называют... Это крупица на гуаля внутри нас. И вот это вот огромный склад автоматизмов, привычек, сценариев, которые мы называем тонарием. Описание мира. Чтобы прожить свою жизнь правильно, я уже не говорю о большем, просто прожить свою жизнь правильно, надо восстановить естественный порядок вещей. Естественный порядок вещей заключается в том, что осознание управляет описанием, а не наоборот. Мы же живем очень часто, будучи порабощенными вот этим самым описанием, этими привычками, этими автоматизмами, этими алгоритмами, которые там находятся. И не осознаем себя, а просто следуем программам, которые там заложены. Надо восстановить естественный порядок вещей. Кто в доме хозяин? Хозяин в нашем собственном доме, хозяином должно быть наше осознание. В нем находится начало творчества. Мы же создали свой собственный тонарь. Мы об этом часто забываем. Ну, кто вообще в этой парадигме размышляет, даже мы забываем, что мы его в первые 3-4-5-6 лет жизни, мы его сотворили. То есть, осознание сотворило тонарь. А потом этот тонарь в какой-то момент решил нами управлять. А мы ему подчинились. Вот это вот нехорошо, не нужно. Осознание должно управлять всем, что внутри нас. А осознание является носителем силы, покоя, тишины, расслабления и безупречности. В общем, всего-всего того, что мы хотели бы в себе найти, но иногда и часто не находим. Ну, вот для этого практика усиления осознания и нужна, на мой взгляд. Ну, вот так что я желаю всем попробовать себя на этом пути. Попытайтесь вернуть своему осознанию ту силу, которая она почему-то растеряла. И жизнь ваша в результате изменится, иногда изменяется очень так радикально. Я уже не говорю о том, что судьба меняется. Ну, я же сказал, да, что от позиции точки сборки меняет, зависит вообще судьба человека. Субтитры создавал DimaTorzok